здравствуйте в эфире программа безопасный город где мы расскажем вам о происшествиях случившихся в нашем регионе и о том что делается для безопасности наших жителей смотрите прямо сейчас эксперты рекомендуют как обезопасить детей от падения из окон уже внучка а настоящая спасла деньги бабушки золотом вдоль трассы полицейские по горячим следам задержали грабителя ювелирных украшений 7 августа жара в брянске сменилась сильнейшим ливнем и почти ураганным ветром и в этот раз не обошлось без последствий первыми удар стихии приняли юго-западные районы некоторые дороги оказались завалены буреломом автомобилистам пришлось искать объезд в брянске также было много поваленных деревьев на улице орловской и его упала на проезжую часть оборвав один из проводов она улица октябрьской мощное дерево повредила припаркованную газель специальные службы оперативно справлялись с последствиями стихии печальная статистика летом возрастает количество травм и смертей детей и подростков частая причина гибели падение из окон с начала года брянской области зарегистрировано три таких случая один ребенок погиб за жизнь и здоровье девочки подростка борются московские врачи в прошлом году подобные чп случились с 15 несовершеннолетними двое погибли чаще всего летом москитные сетки и сами родители ставят на подоконнике а потом ребенок становится думает это опора становится и выпадает были случаи когда родители также оставляли детей дома и ребенок уже начинает беспокоиться волноваться выходят на балкон и просто выходит я пошел к маме специалисты напоминают об элементарных правилах способных минимизировать риск падения ребенка с высоты родители должны всерьез задуматься о безопасности своих детей мы используем ключ как фиксатор который позволяет нам зафиксировать окно в двух положениях либо в закрытом либо в состоянии проветривания если мы хотим проветрить мы поворачиваем запорный механизм режим проветривания далее фиксируем замок в режим закрывания запирания и открываем створку ручку мы уже никаким образом не сможем повернуть для того чтобы изменить вид открывания окна стражи порядка задержали двоих сообщников дистанционных мошенников инцидент произошел в ладарском районе пожилой женщине позвонила неизвестная представилась внучкой и сообщила что попала в дтп чтобы избежать уголовной ответственности попросила 400 тысяч рублей бабушка уже приготовила деньги когда позвонила настоящая внучка курьера дистанционных мошенников пенсионерка встречала уже вместе с полицейскими ранее судимые мужчины оказались уроженцами ростовской области они причастны к аналогичным преступлениям совершенным на территории соседних регионов возбуждено уголовное дело по статье мошенничество теме мошенничества посвящена сегодня и наша традиционная рубрика передаю слово заместителю начальника пресс-службы регионального у мвд ольги бартулевой здравствуйте брянская полиция предупреждает на минувшей неделе жертвами телефонных и сетевых мошенников стали 46 человек как показывает статистика активность телефонных аферистов остается высокой за минувшую неделю в полицию поступило 46 сообщений о фактах мошеннических действий обманутые граждане пополнили кошельки преступников на 16 миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч рублей способ охищения чужих сбережения разнообразны в большинстве случаев телефонные мошенники представляются сотрудниками банков под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода возврата ошибочно списаны суммы разблокировки счета получения кредита на выгодных условиях компенсации или бонусов злоумышленники узнают данные банковской карты собеседника а также сколько денег находится на счету с целью предупреждения фактов обмана граждан сотрудники управления мвд россии по брянской области используют все возможности открытых информационных источников проводят рейды по профилактике мошенничеств размещают информацию в пассажирском транспорте и общественных местах тем самым регулярно предупреждают граждан об используемых мошенниками уловках как многократно обкатанных схемах так и совершенно новых и редко используемых способов активность телефонных и сетевых мошенников по-прежнему остается высокой первом полугодии текущего года их жертвами стали свыше 900 человек которые пополнили кошеки преступников более чем на 314 миллионов рублей знают ли жители региона об уловках мошенников предупреждают ли они пожилых родственников и какие способы предупреждения считают наиболее эффективными об этом с гражданами побеседовали полицейские в рамках проводимого профилактического обхода вы когда-нибудь сталкивались дистанционным мошенником вам звонили мошенники по телефону расскажите пожалуйста вашу историю что вы делали в этот момент буквально на днях бабушки позвонили сказали что попал сын в аварию и нужно приехать в общем и внести как небольшой залог вот бабушка испугалась начала звонить нам мне и маме вот мы сказали что подожди не переживай сейчас мы придем в общем мы обговорили эту ситуацию и заблокировали номер потому что если даже будут об этом сообщать то будут сообщать официальных номеров скорой или полиции скажите пожалуйста вы слышали когда-нибудь про дистанционных мошенников да конечно слышал в нашем мире сейчас дистанционные мошенники это такой пик с которым надо бороться в любом случае расскажите пожалуйста вам сами звонили мошенники может быть представляли сотрудниками банка да не было такое не что мой сын попал дтп у меня нет сына и не звоните мне больше и все я вот так поговорила ярким примером профессионализма полицейских является случай 69-летним жителям бежицкого района брянска мнимые банковские работники в телефонном разговоре убедили его что мошенники по поддельной доверенности пытаются снять накопительного счета все его сбережения взволнованный пенсионер последовал их инструкциям обналичил 650 тысяч рублей и перевел их на предоставленные ему реквизиты безопасного счета на следующий день мошенники продолжили звонить мужчине уже с новыми предложениями по защите его сбережений только тогда он заподозрил обман и обратился в полицию действуя оперативно и грамотно брянские полицейские смогли вовремя отследить денежный перевод потерпевшего и установить получателя средств безопасный счет оказался оформлен на жительницу алтайского края на него незамедлительно был наложен арест похищенные мошенниками 650 тысяч рублей сотрудники полиции вернули законному владельцу по данному факту правоохранители возбудили уголовное дело брянская полиция обращает внимание граждан что сохранность сбережений во многом зависит от их длительности и осторожности не предпринимайте необдуманных действий предварительно не убедившись в их безопасности во всех подозрительных звонках следует незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02 с мобильного номера любого оператора 102 будьте бдительны не дайте себя обмануть брянские полицейские по горячим следам задержали мужчину ограбившего ювелирный магазин в т.ц. родина в советском районе войдя в торговое помещение он неожиданно разбил принесенным металлическим предметом одну из витрин похитил планшеты с украшениями и скрылся при проведении оперативно разыскных мероприятий мужчина был задержан по горячим следам сотрудниками у мвд россии по городу брянску на территории брянского района где он пешком передвигался вдоль автомобильной дороги при обыске у него изъяли нож документы и похищенные ювелирные изделия в брянске пресекли оборот наркотиков клинцовской исправительной колонии его планировал организовать заключенный который отбывает там наказание за хранение запрещенных веществ 20-летнюю девушку задержали 17 граммами марихуаны как оказалось запрещенный товар заказал заключенный клинцовской исправительной колонии для оказания помощи доставки использовал знакомых лиц на свободе доставку планировалось существует ухищеленным способом через комнату приема посылок передач бандероли приобрести наркотические средства планировал для личного употребления злоумышленник планировал не только лично употреблять наркотики но и наладить их сбыт другим заключенным девушка была задержана при попытке передать в исправительное учреждение продукты и канцелярские принадлежности с тайниками в которых находилось 17 граммов марихуаны настоящее время полицейские выясняют какими каналами пользовались злоумышленники а также устанавливаются лица которые могут быть причастны к махинации и на сегодня это все цените свою безопасность как самое главное ваше право до встречи